Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и мы рады приветствовать вас на нашем очередном видео. Сегодня понедельник, поэтому мы всегда, как всегда, традиционно поговорим о том, чем у нас завершилась предыдущая неделя, что произошло на выходных и что актуального сегодня на понедельник. Также расскажу о тех сделках, которые я сейчас нахожусь и о том, что планирую открывать и разберем, безусловно, важные события, которые готовятся к публикации на этой неделе. Итак, начинаем. Перед началом попрошу всех, кому нравится данное видео, поставить лайк и ваши вопросы, которые могут возникнуть по ходу данного видео, оставить их в комментариях. Ну а понедельник ознаменовался еще одним падением нефти. Нефть марки Brent достигла минимального уровня с ноября 2002 года, поскольку глобальная пандемия коронавируса усилилась, а ценовая война в Саудовской Аравии не продемонстрировала никаких признаков ослабления. Нефтяной рынок сейчас находится под влиянием снижения спроса из-за распространения коронавируса и также ценовой войной в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила в пятницу, что не ведет переговоров с Россией о балансе нефтяных рынков, несмотря на усиливающееся давление со стороны Вашингтона, которое направлено на то, чтобы остановить рост цен на фоне как раз пандемии коронавируса. Реальность на текущий момент такова, что глобальное хранилище заполнится через пару месяцев, если ничего не изменится. И это окажет все виды разрушительного воздействия на ценообразование. По прогнозам аналитиков спрос в настоящее время резко упал до 15 или примерно 20 миллионов баррелей в день, что на 20% меньше, чем в прошлом году. По словам аналитиков, масштабное сокращение производства потребуется не только организации стран экспортеров нефти ОПЕК, но и также другим странам. И также поговорим о коронавирусе. Еще один, точнее тот фактор, который, наверное, оказывает на текущий момент наибольшее влияние на рынки. И начнем мы с общих цифр. На текущий момент 723 тысячи зараженных случаев к текущему моменту. И скорость распространения также усиливается. На текущий момент мы видели небольшое замедление на выходные, но я больше это связываю с тем, что в воскресенье, скорее всего, было меньше тестов, было меньше обращений. И нужно будет смотреть уже непосредственно в динамике. Поэтому на текущий момент говорить о том, что происходит какое-то либо замедление, на мой взгляд, пока еще рано. Тем не менее, пока усиление происходит колоссальными темпами. Например, за воскресенье было выявлено порядка 60 тысяч случаев, в субботу 67 тысяч. То есть пока темпы роста здесь ускоряются. Но что же происходит во всех странах? Например, Трамп продлил карантин в США до 30 апреля. На прошлой неделе он говорил, что страна откроется к Пасхе. Но к пятницу США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом. И сейчас их насчитывается уже 143 тысячи. И более 2000 человек уже умерли. Многие политики, среди которых мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, опасаются, что больницам может просто не хватить нужного оборудования для лечения больных коронавирусом. Сейчас Трамп говорит, что пик смертности, согласно прогнозам, может наступить через две недели. О приближении к высшей точке вспышки говорят и в Италии, и в Испании, где от коронавируса умирают наибольшее число людей в мире. Итальянские власти ожидают резкого спада числа новых заражений в ближайшие 10 дней. В Италии, где карантин действует уже месяц, ограничительные меры будут продлены после 3 апреля. Также в США по прогнозам может погибнуть от коронавируса от 100 до 200 тысяч человек. Это предупредил советник американского правительства, директор Национального института изучения аллергических инфекционных заболеваний доктор Энтони Фалчи. В эфире CNN он также сказал, что строить прогнозы в сегодняшних условиях довольно сложно. И добавил, заразятся миллионы. Власти в Британии, где от коронавируса скончались более тысяч человек, говорят, что жизнь вернется к норме через примерно полгода. Это не означает, что страна будет находиться на полном карантине все эти 6 месяцев, но в той или иной мере ограничения сохранятся. Ну и безусловно все то, что вводится на текущий момент с точки зрения ограничений во всех странах, оно безусловно влияет и на темпы экономического развития, что, безусловно, сказывается и на фондовом рынке, и что добавляет волатильности, в принципе, на всех рынках, которые мы с вами рассматриваем. Итак, давайте посмотрим, какие у нас события ожидают к публикации на этой неделе. Ну, безусловно, еще раз подчеркну о том, что важность пока диктует как раз то, что происходит на фоне общего экономического спада, распространения коронавируса. Но, тем не менее, давайте глянем, какие события нас ожидают к публикации на этой неделе. Как всегда, я напомню, что я использую для просмотра Метатрейдер 5, и внутри в нем есть встроенный календарь, который как раз очень удобно позволяет смотреть и следить за данными. Что важно? Ну, во-первых, среда, 1 апреля, это изменение запасов сырой нефти от Американского института. Опять же, здесь ожидается на текущий момент увеличение запасов, но, тем не менее, если начнется сворачивание как раз производства, то, безусловно, этот фактор повлияет. Ну, и, в принципе, это должно подстегнуть как раз цены на нефть и не давать ему упасть гораздо сильнее. А также в пятницу будут опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Ну, прогноз здесь ожидался 163 тысячи, но я думаю, что здесь еще данные, которые были не пересмотрены. Согласно последним данным, здесь мы можем ожидать колоссальный рост, что, опять же, не очень положительно, а точнее негативно скажется на американской экономике. И индекс АСМ. Здесь тоже ситуация довольно-таки интересная. На текущий момент мы видим фактически то, что индекс пока торгуется в положительной зоне. Я напомню, что негативным здесь является фактор, когда этот индикатор находится ниже 50. И, собственно, пока мы торгуемся выше данного значения, то, в принципе, пока индикатор не торгуемся, а пока индикатор находится выше данного значения, то, в принципе, все более-менее позитивно. Но, опять же, если данные выйдут ниже, то это может сказать, быть еще одним дополнительным фактором, подтверждающим замедление ключевой экономики. Ну и, в принципе, это вот те события, которые важно обратить внимание на рынке. Ну а теперь давайте пройдемся по тем сделкам и по тем идеям, которые есть на текущий момент. Сейчас пока открыта одна сделка по доллар-иене. Ну, сейчас давайте начнем с евро-доллара и потом уже поэтапно дойдем до нее. По евро-доллару, опять же, сейчас мы находимся в середине диапазона. Здесь, как я говорил, будут торговать как и коррекционные движения, так и движения по тренду. Но сейчас движение восходящее у нас сохраняется. Я буду ожидать завершения как раз вот данного восходящего импульса и искать возможность продать, да, так как сейчас тенденция у нас восходящая. Соответственно, закрепление ниже минимальной значения пятницы, отметка 1.09, даст как раз предпосылки на начало нисходящей формации. Именно за этим буду следить по евро-долларам. Пара британским фондом, американский доллар. Также здесь интересно рассмотреть начало, точнее, продолжение нисходящей формации, которая здесь также может быть сформирована, поэтому с точки зрения часового таймфрейма от британской валюты. Для того, чтобы говорить о начале продаж, здесь ждут закрепления за минимальным значением пятницы. Это уровень 1.2130, ну а сейчас мы находимся в фазе восходящего движения. То есть здесь пока ничего не меняется. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь сохраняется тенденция на текущий момент нисходящая. И здесь тоже одним из ключевых моментов будет интересно как раз найти покупки после того, как мы получим первые признаки завершения данного нисходящего движения. Здесь я продолжу следить за тем, как цена будет торговаться по отношению к пятнице. Если мы сможем закрепиться выше максимумов, которые были сформированы 27 марта, это уровень 1.4150, то в данном случае эту ситуацию как раз я для входа на покупку и для себя рассмотрю. По паре американский доллар, японская иена, здесь я продолжаю держать продажи. Сигнал был получен еще на прошлой неделе. Довольно-таки далеко у меня стоит тейк профит, например, на тех минимальных значениях, на которых данная валютная пара была в этом месяце. И, соответственно, сейчас пока данная формация сохраняется. 100+, я пока оставляю в безубытке, здесь пока ничего не меняется, тенденция сохраняется нисходящая, поэтому продолжаю держать продажу по данному активу и продолжаю следить за точками выхода. По австралийцу здесь тоже интересная ситуация, которую я попробую еще раз торговать. Я напомню, на прошлой неделе пробовал уже открывать сделки на продажу, но цена не начала нисходящее движение, вполне вероятно, что она может начаться в ближайшее время. Поэтому здесь для того, чтобы открыть сделки на продажу, я буду также следить за тем, сможет ли цена закрепиться ниже минимума в пятницу. Но, опять же, это ближайший сценарий, который актуален на понедельник, поэтому я с вами им и делюсь. Соответственно, если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, я для себя буду искать возможность продать. И точно такая же картина с новозеландцем. Новозеландец движется в восходящей формате уже несколько торговых сессий, и вероятность начала нисходящего движения становится все выше и выше. Опять же, мы не знаем на текущем, насколько продолжительным оно может быть, но здесь важно торговать именно ситуативно те импульсы, которые на рынке появляются. Но уже исходя из того, будет ли этот импульс один день или неделю, уже будет зависеть итоговый результат. Поэтому здесь я тоже жду для себя закрепление ниже минимальной значения пятницы. Это отметка 59.11. Опять же, если это произойдет сегодня, то это будет как раз сигнал на то, что можно искать продажи и рассматривать данную торговлю. По золоту здесь сохраняется движение восходящей. Пока здесь сделок для себя по золоту не планирую, но общий тренд здесь сохраняется восходящей, и пока здесь коррекция не произошла, поэтому здесь продолжаем за ним следить в области как раз сохранения восходящей формации. По индексу DAX намечается коррекция. Как раз сегодня мы открылись с GAP и по DAX и по фьючерсу S&P 500, поэтому здесь фактически мы получаем возможность присоединиться на продажу по данному инструменту. Опять же, вопрос где присоединится. Вот сейчас я и по DAX и по S&P 500 готов для себя взять риск полпроцента от депозита. То есть это, на мой взгляд, было бы интересно. Но опять же, вот сейчас вы видите то, что при таком раскладе мой вход, он достаточно близок к максимальному значению, которое мы видели 25 и 27 числа. Если, ну мало ли, если цена туда скорректируется, то я к этой сделке присоединюсь. Если нет, то все, что будет, собственно, торговаться ниже, уже будет больше моих рисков, и, собственно, такую торговлю я для себя принимать не могу. Поэтому если цена уйдет в данную область, то продажи в моем случае откроются, и цена продолжит двигаться по направлению вниз. Ну, я предполагаю, да, исходя из тех ситуаций, которые мы видим сегодня, а это именно гэп, который появился у нас на открытии, открылись мы ниже пятницы, что также может, ну опять же, дополнительно подтверждать, что пока еще даже те вливания, которые происходят в США, они пока в полной мере не могут успокоить инвесторов от текущей ситуации, и все продолжают также продавать свои акции. И, собственно, вот то восходящее движение, которое у нас было последнюю неделю, в ближайшее время может вполне вероятно завершиться, и мы можем увидеть еще одну волну нисходящего движения. И по S&P 500 еще такая же картина. Мы доросли до области 2641, и от этого уровня пошли вновь на нисходящее движение. Соответственно, сейчас по S&P 500 у меня также стоит отложенный ордер. В данном случае, то есть сигнал был получен после того, как цена открылась ниже минимума в пятницу, что дало возможность искать как раз продажи. Ну а вот разумный вход с точки зрения соотношения риск-прибыль, это отметка 2595. Там у меня стоит отложенный ордер, 100% у меня стоит за максимум, который был 27-26 марта. Соответственно, если цена опять же дойдет до моего отложенного ордера, то я для себя получу хорошую цену для входа, но дальше уже продолжу двигаться по направлению вниз, предполагая то, что движение нисходящее здесь продолжится. Ну а вот нефть марки Brent, то, о чем мы говорили в начале выпуска, обновляет локальные минимумы. Соответственно, сейчас мы торгуемся уже по нефти марки Brent на 22.69. Продолжается нисходящее движение. Ну здесь только какие-то фундаментальные факторы на это могут повлиять. Но, безусловно, огромное количество, огромное снижение, как мы уже с вами обсуждали, порядка 20% использования нефти, а добычи увеличиваются, уже огромное количество зафрахтовано танкеров, на которых просто нефть хранится и ждет хорошего курса. Уже порядка 30% стоит и ожидает. Ну и тем не менее, в какой-то момент это должно нивелировать как раз то предложение, которое есть сейчас на рынке. Добыча с большей вероятностью снизится в какой-то определенный момент. И нефть начнет корректироваться. Сейчас пока нужно ждать уже то, что будет делать ОПЕК, что будет делать Саудовская Аравия. Ну и, соответственно, как могут пройти переговоры к Саудовской Аравии и России. И будут ли они в принципе. Ну и как будет в этом мешаться США. Поэтому продолжаем за этим следить. И будем рассматривать все эти ситуации также дальше. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошего начала торговой недели. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ваш вопрос оставляйте в комментариях. Ну и увидимся с вами в среду. Продолжим разбираться с тем, что происходит на рынках. И что на текущий момент было актуально. Всем спасибо за внимание и до свидания.